Ходорковского у нас сужден здесь в России на этого прожительного заочно. Но вы сам понимаете, что он льет говно всякое на Россию. Послушать, просто уши сворачиваются. Кипит говно и все, и кину. Хочется загрызть телевизором. Ну понятно. Слушайте, а вот у вас, а Галкин все еще у вас проживает или уже свалил? Я не знаю. Мне такие люди вообще не интересуются. Музыкой вы не интересуете? Нет, нет, нет. Я почему говорю? Россия зря педалирует эту тему. Уехали и попутно ветра в жопу. Забыли о них. Нет, так у нас Ала Борисович. Ну, чтобы вы играли на экране. Они же не могут без этого жить. Понимаете? Вот они помогают. На хер они упали предатели? Нет, тут, видите, нам вообще на них начихать. Просто сама ситуация, ну, она, конечно, грустная. Вот именно то, что случилось. Но для нас это комично в том плане, что эти все люди уехали как бы в протест против войны. Многие с утверждением таким, что мы не можем жить в стране, которая воюет со своими соседями, которая варварская такая. И они приезжают туда, где у них все возвращается на круги своя. И это очень, ну, это смешно, реально. Это, конечно, грустная сама ситуация, но эти люди выглядят сейчас для нас более смешными, чем предателями. То есть они для нас просто клоуны. Клоуны. Но дело в том, что эти клоуны не под ней, им похер это было. Варварская Россия, война, страна. Они поехали спасать бабки свои. Ну, конечно. У них... Вместо того, чтобы хранить русских банков, они не хранили их хоть на где. И получается, если они сейчас не обосрут Путина, не обосрут Россию, они вроде бы уже их санкции наложат, и бабки аннулируют. Конечно. А бабки у них сумасшедшие, потому что если они проводили, допустим, корпоратив, то в договоре писали 3000 рублей, а получали 30 тысяч долларов из кармана в карман. Куда эти деньги? Перегоняли на Запад, в Англию, где-то башнадшоры всякие прятали. Ну, это да. Ну, каждый... А мы за этим поехали. Поверьте, там никакой политической подоплеки нет. Я согласен, что вообще, в принципе... Он окупался в лучах славы здесь, Алла Борисовна, само собой, тоже. Шоу-бизнес не предполагает вообще никаких моральных устоев. Там чисто развлечения за деньги, и все. Больше ничего. То есть все эти звезды, все эти войны, знаете, все это закрутилось, вот, как сказать, это уже стало каким-то... Ну, то есть такое ощущение, что мир рушится вообще. То есть какие-то раньше были стои. А пока... Были раньше какие-то, я не знаю, знаете, ну, джентльменские соглашения были между странами даже. То есть даже не договора, а, скажем, вот, были раньше какие-то понятия о порядочности, да? То есть... А сейчас... Ничего нету. Потому что у нас в нашем мире этот геймун сраный, так, Соединенные Штаты, понимаешь? Вот они все, что хотят, то и творят. И, естественно, втягиваются все остальные страны тоже. Если они отказываются, допустим, от своих прописанных документов, ну и нам приходится. Ну, да. Сейчас самый порядочный руководитель – это Путин. Я вот сейчас вот смотрю на эту комарилью бабы, которые министры иностранных дел, бабы – министры обороны в Европе. Это просто глядя в комарилье, понимаешь? Посмотреть на них, как Шольц эти, Гербоке, Макрица этот Макрон. Ну, по сравнению с ними, Путин, ну, просто красавец. Просто мужчина красавец. Но даже не то, что даже по сравнению. Они же как набор случайных людей, которых… Да, да. Просто непонятно даже, каким образом их общество вытолкнуло за это. Нет, не общество вытолкнули. Каким образом обществу навязали такой выбор, когда у них, получается, между полным каким-то Г и неполным, которые там все эти Шольц и Макроны, вот не осталось просто выбора. То есть, общество сказало, смотрите, а выбирать-то нечего. То есть, уж выбирайте, что есть. И подсунули вот это вот, ну, я не знаю, это подделки какие-то. Это некомпетентные люди изначально, скажем так, да? То есть, там же многие люди пришли из таких отраслей, в которых они очень узкие специалисты. А некоторые вообще профаные, скажем так. Профаные? Ну, вы понимаете, если берут больного ребенка, вы же видели, я врач по специальности был когда-то. Да вы прямо на все руки мастер? Нет, ну, я врачом был. А, ну, вот вы когда. Понятно. Да, я был, ну, проще говоря, я был врач ОМОНа, ОМОНа в Урбанской. Угу. Понятно. И вот я смотрю, это заседание ОМОН вытаскивает лекцию читать больного ребенка, это Грета Тунберг. А Грета? Ой, а Грета у вас, а Грета же у вас теперь враг. Да нет, она не. Да посмотрите, она же больной человек. Ну да, ну смотрите, но смотрите, как интересно. Грету Тунберг подсовывают теперь в эту повестку, которая антиизраильская. она снимается с палестинцами в поддержку Палестины. Ну, понятно. То есть вы понимаете, что те же самые, которые подсунули Грету туда, это не ваши друзья, скажем так, да? Но это тоже Америка. Ну да. Нет, ну с другой стороны, я бы, я, ну, это обсуждали, говорю, что могло ждать Израиль, если он разрешает ГВР-аппараты. Все, пиздец. Ну да, это получается, это у вас изнутри так вас. вас подточили. Снаружи, снаружи спонсировали всех ваших врагов. Не представляете, вся центральная улица, все большие проспекты, все в флагах ЛГБТ, когда у них идет парад, меня, меня колотит, вы не представляете. Ну я просто не думал, что у вас вообще так. Я паренька встретил в рулетке, который вот прям жаловался, что в Тель-Авиве есть целые районы наркоманов. Я даже не думал, что такое возможно. Это эритрейцы и, ну, есть такое, да. Ну вот как-то, я такого даже не мог предположить. То есть, скажем, вот, например, у меня вот, не сказать, что вот Владивосток, да, это какой-то там огромный город. А вот там в Владивостоке живете? Да. Село такое, Новогеоргиевка, на границе буквально. Ну вот там я не был никогда. Ну вы знаете, что есть такое слово, да? Я слышал, но не был никогда. Ну вот там у меня еще и родники там остались. Вот там мать-мамина сестра замуж вышла за зазейского казака Кочубея. И вот сейчас в Израиле живет мой племянник Иван Кочубей. Полноценный еврей, считается. Ну, бывает и такое. Да. Вот я что хочу сказать, что у нас насколько город вот маленький, и мы все-таки живем на краю земли, и у нас вот и в национальном плане он очень смешанно, еще что-то. Но у нас такого, чтобы взять хотя бы какая-то улица, вот какая-то была такая, ну, куда страшно заходить, да? Какой-то район, даже переулок. Но нет такого вообще. То есть, это невозможно даже себе представить, чтобы вот какой-то Владивосток был, какой-то район, где лежали бы люди на улицах, обколотые. Ну, вот, пожалуйста, в благословенной Америке вот у меня есть. Ну, пожалуйста, а в Израиле приезжаешь в Айлат, это мировой курорт, считается. Да, город из гостиницы стоит практически. И обслуживающего персонала. Там производства никакого нет. Идешь в перешенебельные самые гостиницы, на мостовой лежит человек, жрет что-то такое. Тут сцену, когда роется в помойке, человек не резкость, далеко не резкость. У меня буквально позавчера жена, мы не доели торт. Ну, там немножко, там четвертиночком стало, невкусный такой. Она в коробке прямо выносит на мусор. Женщина такая более-менее нормальная, говорит, вы извините, это у вас чистая? Она говорит, да, конечно же, без мусора. Она открывает коробку и тут же съедает. Представляешь? Куда мир котится? И тут торгомона хватает, ходят по улицам, собирают деньги на все это. Я из Мукуманска приехал сюда. Как вы адаптировались вообще, скажите? Ну, мы не адаптировались. Но я скажу, мы живем отдельной русской жизни. Нет, климатически. Ой, это ужасно. Ужасно. Я, когда жили в Мукумске, я каждый день проходил 20-25 километров. Ну, утром стою, от дома до областного ГАИ и назад. Ровно 8 километров. И два раза в день такую. Я скинул 40 килограмм. У меня было со 105, и я сошел за 70. Можете себе представить? У меня даже люди не узнавали. Вид такой, знаешь, как у ракового больного. Был такой, инвожденный. А с ним сюда приехали. Тут жара. Ходить не могу. И эти килограммы вернулись все. И еще стало хуже. Сами, понимаете, порочный круг. Не ходишь, потому что килограммы, килограммы. Потому что все вместе. Вот такая. Жалко. Жалко. Вот что произошло вот за это время? Я вам так скажу. Это со стороны взгляда, да? Что вот во всем мире рухнул миф не только об израильской армии и разведке. Алло-алло, слышно меня? Немножко. У вас сейчас это интернет влагается. Ага. Ну вы у меня тоже зависли чуть-чуть. Сейчас слышно меня? Так вот. Да, сейчас хорошо. Во всем мире рухнул миф не только об израильской армии, об израильской разведке, о том, что Израиль это такая страна, которая там высокоразвитая. Еще и рухнул миф о том, что евреи это вот эти ребята, которые играют на скрипочке, это которые вот такие вот культурные в очочках, знаете. А оказалось, вот теперь во всем мире люди думают, что надо же, а мы-то думали. А евреи это жестокие люди, которые готовы вот так вот убивать прям вот и при этом не стесняются и даже гордятся этим. Понимаете, вот миф рухнул. Рухнул, я понимаю, конечно. Я бы скажу, если вы думаете, что мне, например, приятно, и то, что убивают людей без разбора, нет. Я согласен, поймите, мне жалко этих детей, они же не виноваты ни в чем. Понятно, что это же, я, поверьте, я в людей стрелял. Я знаю, что это такое. Но когда он где-то бегает, как мишень, это одно, это типа сафари даже получается. А вот когда стоят лицо в лицо, это такие тоже сцены было, когда в трех метрах стоите, его расстреливают. Но это были такие перегимы, конечно, в первую чеченскую. Вот я не смогу выстрелить человека. А для ребенка, это вообще даже немыслимо. Это просто. И каждый, любой человек нормально не может что-то сделать. Но с другой стороны, выхода нет. Я же говорю, что специально срежиссирована ситуация, когда у Израиля другого выхода нет, как действовать вот так. А действовать вот так, это тоже отчасти, ну, как сказать, один из вариантов, это билет в один конец. Потому что спровоцировать у себя. Вообще, вы знаете, вот чем, ну, почему я считаю, что, например, на Украине, вот местная элита, вот местный народ, ну, это не мудро было позволить у себя в стране внутри разборки в военном плане между какими-то странами. То есть, скажем так, вот, если бы какой-то друг мне сказал, да, слушай, у меня какие-то есть враги, да, мы к тебе придем домой, давай мы у тебя дома устроим драку, ну, разборку, да. Я бы сказал, что это мой не друг, это мой враг. Вот на Украине произошло то же самое. Они считают, что их друзья, американцы, предложив им разборку в их доме, прям в военном плане, да, в войну, они все равно считают, что это их друзья. Понимаете? Ну, понятно. А тут, и я считаю, что это очень глупо с их стороны, как бы, думать, что это их друзья до сих пор, потому что, ну, как бы, и вот, и вот смотрите, как интересно, американцы сейчас и англичане, ну, куча ваших, там, друзей или недодрузей каких-то, они делят мир теперь у вас на территории. Там все, я вам так скажу, все, кто участвует в этой разборке, а не все ваши враги. Потому что те, кто вам предложил на вашей территории устроить разборки с человеческими жертвами, это все ваши враги. Это вот сто процентов. И самое, знаете, что грустное для меня, вот лично, то, что я, вот, я общался со многими израильтянами, что очень многие думают, что конкретно Путин, вот конкретно Путин, вот именно вот самая большая угроза в данный момент для них, и что он виноват в этой ситуации. И я смотрю на это, думаю, миф о какой-то мудрости евреев рушится прямо у меня на глазах вообще просто. Нет, нет, я вам объясню, почему. Это все идет, это все с тех пор идет, когда Советский Союз с арабами дружил и поставлял конкретное оружие. Они никак не могут, блядь, понять, что у нас совершенно сменилась власть. Да, мир весь сменился уже с тех пор. А они вот живут мыслью, что Путин поставляет, понимаете, и вот и не доказать ни хера, вообще не доказать. И когда начинает, а, Путин поддержал Хамас, он не Хамас поддержал, он поддержал президента России, думает о России, у него 25% населения мусульмане, воюют дагестанцы и чечены. Сейчас оскорбим сейчас, они сейчас просто откроют, сукрают, пиздец, не надо. И так, я вам скажу, что положение России оцениваю, я оцениваю, как только в 41-м году в октябре было хуже. Я под Москвой не стоял. А так вот, ну, если рассудить здраво, то, конечно же, вот нам, вот, ну, стране, Россия, да, и лично, и Путину, этот конфликт у вас очень сильно на руку. Вообще не будет. Нет, я имею в виду, что нам он, нам он, в принципе, от этого хорошо, но не по причине того, что Израилю нанесен какой-то ущерб, а потому что на вашей территории сейчас схлестнулись наши враги. Победят либо американцы, либо англичане. И нам все равно вообще, кто победит, когда из той и с той стороны, на вашей территории, выясняют отношения наши враги. Потому что и турки нам не друзья. Нам главное, нам самое интересное, вот в России самое главное, чтобы Иран не ввязался в эту войну. Все. Потому что Иран для нас сейчас... Я думаю, Путин в этом направлении работает. Да, вот это вот самое главное. По факту, как бы это ни было там цинично, ни звучало, нам все равно, какие враги воюют между собой. В этом плане даже лучше, потому что внимание отвлекается и финансово. Конечно. И в военном плане там уже и так все, что можно, все склады мира вычистили. Так что в этом плане, да, действительно, война это, но организовать это на чужой территории, чужими руками, потому что все-таки Хамас это турецкие ребята, ну, это невозможно было, просто чисто технически. Ой, еще будут и будут разборки, еще общество не понимает, что произошло. Конечно. Вообще непонятно. Так я же говорю, что самое грустное именно в этом, когда ваши как бы друзья предлагают вам, давайте мы вот прям здесь, в вашем доме, устроим войнушку. Радуруху, да. Да. И при этом говорят, а мы вам будем помогать, потому что мы ваши друзья, это не друзья, это враги. Только враг может предложить вам в доме устроить войну. Да, конечно. Вот какая вот вещь. У меня есть надежда, что вы внутри, там, в стране, найдете тех врагов, которые, даже я бы не сказал даже, что это враги, я бы, знаете, есть такое выражение, полезные идиоты, которые, думая, что они простым, ну, как сказать, простыми ответами, ответят на сложные вопросы, то есть вот я думаю, что эта идея разобраться с Хамасом посредством того, что тысячу человек положить своих, это плохая идея. Изначально она ущербна, и она, я не знаю, она просто греховна, я бы сказал бы так, да, то есть она по всем моральным принципам она ущербна. То есть подставить людей своих, чтобы был повод, это слишком, это цинично и подло. Но это слишком круто, это даже, я не знаю, даже, нет, я с вами не согласен. В вашей ситуации, так, чтобы изнутри не было, как сказать, участников этой операции? Ну, трудно сказать, я не могу понять этого, честно. Это, вы знаете, вот вы судите, как сказать, логики нормального человека, а те люди, которые планируют такие операции, у них логика ущербная, у них логика, как бы, такая бесчеловечная. Для них, человеческие жизни, это просто ресурс, это ресурс, который можно использовать. И все. Они не считают, что кто-то там, это трагедия, там, ну, погиб, человек не погиб. Это же массово произошло, вы поймите. Правильно. Там эта стена раздевляющая, как нам рассказывали, там датчики, хуяльчики, там, если ворона садится на забор, то срабатывает. Ни хера не сработало, вообще ничего. Я об этом же и говорю, что это, просто допустим мысль, да, что есть какие-то люди, которые для того, чтобы свалить Нетаньяху и занять пост, предположим, что они согласны, скажем, тысячу израильтян, людей, там, мирных людей, там, как-то это самое. Ладно, мне тут уже звонят, вот просто представьте себе, что это не люди, и мы их не поймем никогда, и поэтому мы этого не понимаем. Поэтому я желаю, чтобы разобрались с этими людьми, нашли их, и как минимум просто вот засунуть их туда, откуда они вышли. Да. Ну, все же, вам всего хорошего, удачи вам, держитесь там. Большой. Все, до свидания. Счастливо. Как вы заметили, этот разговор был записан не сначала, там у нас речь шла о событиях 7 октября и о причинах внезапности и таких потерь. Я предположил, что в какой-то момент разведки Израиля и элитной группировки, связанной с разведкой, стало, конечно же, известно о планах турецко-английских друзей нанести визит в Израиль вооруженными группировками современного гетто под названием «Газа». Вот я себе представил, что был такой круглый стол, за которым собрались в основном люди, которым не очень нравится нынешний премьер-министр Израиля. Я думаю, там были разные военные, политики, я думаю, там были и агенты спецслужб других государств, и у них там возникла идея, а что если пропустить террористов в глубь Израиля, чтобы они там свободно смогли совершать то, что они совершили, при этом их союзники из Лондона пообещали, что хамасовцы обязательно то, что они делают, будут делать показательно жестоко, они будут делать это массово, и это вызовет бурю возмущения всего мирового сообщества, и под этот шумок взять и окончательно расправиться с хамасом. И при этом Нитаньяху не будет другого выхода, как разрешить военным с такой же и даже намного превышающей жестокостью начать уничтожать палестинцев. И это будет конец Нитаньяху, потому что получается он дважды будет преступным. Во-первых, он преступник будет, который допустил массовое убийство израильтян, во-вторых, преступник, потому что приказал массово убивать мирных людей в Газе, а это уже шанс стать фигурантом какого-нибудь международного суда по военным преступлениям. В конечном итоге они осуществили твой план. Единственное, чего они не учли, это то, что они в данном случае для англичан с турками являются полезными идиотами. Субтитры создавал DimaTorzok